Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви Роман Гриценко бросил Марию Кахно. Он стал строить отношения с Аидой Бабаевой. Мария, конечно же, расстроена. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров помирились. Юля похвасталась в сети подаренным букетом. Марина Африкантова проспорила и целый день проходила в мужской одежде. Она считает, что ей идет такой пацанский стиль. Мама Марины Татьяна Владимировна рассказала, по какой причине был закрыт Инстаграм дочери. Злые, завистливые люди стали жаловаться, что страница порнографическая, рассказывает женщина. А там были только красивые Мариночкины фоточки. Я считаю, что это Чуева проделки. Также женщина сказала, что Тата Абрамсон уже родила и она назвала девочку Мишель. Как вы помните, скоро на поляне стартует новый конкурс для пар «Любовь года». И Африкантова старшая прогнозирует, что в этом конкурсе победит именно пара Валера Блеменкранца и Тата Абрамсон. Организаторы уже обещали им эту победу. Саша Черно уже похудела на 12 килограмм. Она пишет, что собирается и дальше худеть, но своими силами, а не при помощи пластики. Егор Халявин поддержал Черно. Он знает, что такое быть полным и как трудно привести себя в форму. Кстати, зрители отмечают, насколько сильно отличаются снимки, которые публикуют Егор в Инстаграм, от того, как он реально выглядит. На шоу дураков было видно, что до Кена ему еще очень далеко. Ксения Бородина опубликовала фото без макияжа. Она сфотографировалась во время тренировки, но поклонники не оценили естественность Бородиной. По их мнению, без косметики она весьма посредственна. Ольга Бузова проболталась о своем отношении к участникам Дома-2. На днях она перебрала лишнего и выложила в сеть видео, в котором говорит, что презирает всех участников и терпит их только из-за большой зарплаты. Когда Бузова протрезвела, она спешно удалила компромат на себя и никак не прокомментировала этот инцидент. Андрей Черкасов высказал свое мнение о скандальном расставании Вики Романец и Антона Гусева. Он считает, что они только портят себе репутацию, над ними все потешаются и, конечно же, они скоро сойдутся. Саша Гозиас тоже высказала мнение в своем блоге. Она тоже уверена, что это очередной пиар и свадьба будет все равно, потому что выгодна обоим. Как и ожидали многие, Антон уже извинился перед Викой. Он очень ее любит, скучает, он жалеет о всех словах, которые сказала ей на эмоциях и надеется, что свадьба все-таки состоится. Настя Киушкина отрицает связь с Гусевым, о которой рассказала женя Феофилактова. «С ним у меня ничего не было и быть не могло. Мне очень жаль Феофилактову, неудовлетворенная жизнью, невоспитанная женщина. Неудивительно, что у нее в жизни все вверх дном». Илья Ебаров решил податься в политику. Он хочет быть помощником Жириновского. Начал Илья с малого, он бегает по улицам и выкрикивает политические лозунги. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.